Люди, которые отвечают на единичку, они гораздо более заинтересованы политикой, чем, допустим, на тройку, и тем более, чем на четверку. Итак, это самая настоящая порядковая шкала. Итак, маленький итог. Если в шкале есть порядок и есть привязка к единице измерения, это интервальная шкала. Если в шкале есть порядок, много градаций, они выражают степень чего бы то ни было, но нет привязки к единице измерения, это псевдоинтервальная шкала. Если в шкале есть порядок, но градаций мало и нет привязки к единице измерения, то это порядковая шкала. Если же в шкале совершенно четко фигурирует единица измерения, например, как возраст, то это интервальная шкала. Можно даже сказать, что она метрическая. Если посмотреть на этот сет, то большинство шкал в нем псевдоинтервальные, то есть измеряющие отношения порядка, при этом градаций много, они не привязаны к единице измерения. Но их много. Если в шкале есть или подразумевается привязка к единице измерения, как то возраст, вес, зарплата и так далее, то это, конечно, интервальная шкала. Таких шкал у нас есть совсем немного. Особняком стоит дихотомическая шкала. Шкала с двумя значениями. С такой шкалой можно работать как с интервальной. Примером такой шкалы у нас является как раз пол. Участие, неучастие в разных формах политической активности. За исключением электоральной активности, потому что здесь есть три градации. То есть эта шкала не дихотомическая, а номинальная. Здесь не может быть, нет отношения порядка. Здесь есть три самостоятельные градации. Значит, шкала номинальная. Очень важно уметь определять тип шкалы, поскольку в зависимости от типа шкалы применяются те или иные методы анализа данных к соответствующему признаку, соответствующей переменной. Продолжение следует... Продолжение следует...